итак приветствую вас снова дорогие друзья на канале waris game продолжаем играть фермер симулятор 17 и это совхоз заря прошлых видео мы продали два поддона подсолнечного масла использовав арендованный погрузчик ну естественно арендованный погрузчик мы обратно его сдали вот за ненадобностью но мы так сказать это всю арендованную технику мы сдали уборочную уборку нас совсем тоже закончилась и красный комбайн мы тоже вместе с жаткой обратно вернули хозяину естественно заплатить ему и так мы продали подсолнечное масло появились у нас кое-какие деньги и мы тут же вызвали своего работника который начал обрабатывать поле номер четыре ну обрабатывать имеется ввиду культивировать сейчас даже можем выйти посмотреть вот там вот вот кстати уже закультивировал он там немножко вот начал работать с удовольствием гор деньги заплатили вот только я выйду и вышел вот вот он кстати едет на тракторе но немножко грехи оставляет надо будет ругать его за это ладно пусть работает но у нас есть другое дело вот не зря мы сейчас а чуть ощутились на зернотоки потому что мы неплохой так сказать урожай собрали и надо потихоньку его реализовывать вот в деле и для начала я думаю сделать из этого урожая муку пшеничную и ячменную ну а также пшеничные отруби вот смотрите как посмотрим как вот сейчас у нас пшеницы 140 тысяч и 252 литра печь меня 135 тысяч 728 или 26 литров вот и надо будет сейчас мы не зря взяли наш узелок я вот постоянно думаю вот купить какой-нибудь транспорт который вот перевозит большие объемы вот думал даже вот прицеп купить что ли на сил наш но присмотрелся у нас же есть прекрасный такой тракторный прицеп вот причем был за подъемностью 10000 литров неплохой между прочим вот борта мы обратно после того как поддон продали обратно поставили естественно вот с нарощенными у и сейчас начнем работать погнали так так к бункеру так так Встанем его, да? Так, теперь наберем сейчас прицеп тоже. Ну, мы в дальнейшем, конечно, приобретем какой-нибудь, естественно, МАЗ или КАМАЗ для перевозки больших объемов урожая. Ну, а для начала у нас пока вот этот хватит. Вот, 19 тысяч 40, почти 20 тысяч. Нормально пойдет. Так, главное вот сейчас вот, что меня больше всего волнует, сможет ли наша СИЛ подняться на подъем. Вот этот вот крутой, который находится перед мельничным комплексом. Вы помните, видели его? Вот. Газон 52-й еле-еле поднимался. Ну, Зил, наверное, он поднимется, я думаю, он точнее вроде как. Но, все-таки, смотрите, он груженный, во-первых, с нарощенными бортами. Ну, еще и прицеп полный тащит с нарощенными бортами тоже. Ну, сейчас проверим, конечно, насколько он вытянет. Ну, вроде бы тянет, но с напрягом, конечно. Гомер, в принципе, неплохо вроде как вытянул, да? Так. Ну, на первой скорости вышел. На пониженной. Так. Вот он. Хватит разгрузиться вот возле вот этой зоны. Так. Вот он. Хватит разгрузиться вот возле вот этой зоны. Хватит огонь. Ага, тут тут все. Так, высыпаем. Ну, отлично. Так, спускаемся вниз. Так, спускаемся вниз. Так, спускаемся вниз. Так, спускаемся вниз. Так, наполняем еще пшеницей. Так, ну что ж, погнали. Так, попробуем здесь прям разогнаться хорошенько, чтобы мы подъем вывести без пакетов. Так, спускаемся вниз. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, у нас уже на воле первые поддоны пшеничной муки и пшеничных отрубей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее мы видим такие ветряные мельницы Работают за счет ветра Поехали дальше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Набираем еще пшеницы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Затем перевезем за кадром ячмень Почему за кадром? Потому что это монотонная нудная работа Однотонная Вот такая вот То есть тут Можно сказать скотчная Такая вот Поэтому некоторые вот вещи я делаю естественно за кадром Одно и то же предусматривает 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Все, полно 100 тысяч, еще немножко отпиши. 4,800, как вы видите, осталось. Вот сейчас мы его обратно на таку высыпем, пускай пока лежит, хранится. До следующего раза. По крайней мере, у нас, если что, чуть что, урожай в запасе имеется. Ну или можем в крайнем случае продать, если что. Субтитры делал DimaTorzok Вот обратно высыпаем. Субтитры делал DimaTorzok Так, теперь прицепляем прицеп и займемся перевозкой яшминия. Так, вот, прицеп оставили где-то. Субтитры делал DimaTorzok Так, четкая цепляем. Ушлися. Пшеница у нас осталась 39 тысяч литров Вот в запасе Теперь займемся ячменем Производить будем Также ячменную муку Так, что там наш работник делает Интересно О, он уже больше Почти половину поля Короче, он сделал Ну, не половину, конечно А где-то треть Получается Неплохо как у него получается Вот так, ячменя мы набрали Ну что ж, дорогие друзья На этом мы заканчиваем Весь ячмень мы Не весь, а необходимое количество ячменя Мы перевезем на мельницу За кадром Также и культивировать Четвертое поле Закончим тоже За кадром Всем спасибо за просмотр Кому понравилось видео Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Также не забудьте Нажать на колокольчик Чтобы знать о выходе Следующих видео Ну и всем Удачи, пока Субтитры сделал DimaTorzok